Сегодня в Стамбуле стартует саммит организации исламского сотрудничества. Накануне президент Нурсултан Назарбаев, который находится с официальным визитом в Турции, встретился с генеральным секретарем ОИС Иядом Мадони. Они обсудили разные вопросы, включая искоренение исламофобии. Кроме того, сегодня ожидается ряд переговоров на полях саммита с главами делегации. Буквально вчера завершились переговоры на высшем уровне. Нурсултан Назарбаев встретился с президентом Турции Раджеп Таип Эрдоганом. После этого правило встречу с крупнейшими бизнесменами. Кадры со встречи Нурсултана Назарбаева и Раджепа Таипа Эрдогана турецкие телеканалы транслировали в прямом эфире. К этим переговорам тут особенное внимание. Нурсултан Назарбаев признанный лидер тюркского мира. На протяжении последних лет именно Казахстан стал в авангарде процессов по сближению тюркских стран. Астана вообще некий рекордсмен по числу выдвигаемых инициатив. Вот и в этот раз не обошлось без заявлений. Назарбаев и Эрдоган заявили о декларации по исламскому примирению. Лидеры Казахстана и Турции не просто призвали исламский мир к единству. В документе из восьми пунктов жирно подчеркнуто – границы государств незыблемы, вмешательство во внутренние дела стран недопустимо, а споры и конфликты должны решаться только мирным путем. Политическая риторика, впрочем, довольно быстро сменилась на деловой разговор. Несмотря на экономические трудности, товарооборот между двумя странами сегодня превышает 2 миллиарда долларов. Но эта планка скоро будет побита. Лидеры договорились, что торговля приблизится к 10 миллиардам долларов. Турецкие компании активно работают в Казахстане и приносят пользу экономике. Строители из Турции внесли серьезный вклад в становление нашей новой столицы Астаны в ее архитектурный облик. Также ваши компании присутствуют в других отраслях. Конечно, мировой кризис сказывается, есть и внутренние проблемы. Но, несмотря на это, товарооборот мы будем наращивать. О перспективах бизнеса в Казахстане главы более двух десятков турецких компаний прекрасно осведомлены. Крупнейшие холдинги Турции, такие как Улькер, Тюркуас и Илдырым Групп, на рынке нашей страны не первый год. О том, что бизнесу в Казахстане живется хорошо, говорят факты. В стране зарегистрированы более 1600 компаний с участием турецкого капитала, а также проживает порядка 15 тысяч турецко-подданных. В Казахстане развита горно-рудная отрасль, металлургия, производство нефти, энергетика, транспорт, связь и инфраструктура. Мы предоставляем серьезные льготы и оказываем максимальную поддержку бизнесу. Поэтому приглашаем вас к сотрудничеству. К тому же в следующем году в Астане пройдет международная выставка Экспо, в которой мы также приглашаем вас принять участие. У Турции будет свой павильон, в котором вы сможете показать все свои достижения. На такие переговоры, как правило, приглашают компаний первого эшелона. Вот, к примеру, Илдырым Групп, холдинг, глава которого входит в когорту так называемых капитанов турецкого бизнеса. Промышленная группа состоит из предприятий, которые специализируются в 10 различных отраслях. Крупнейший в мире производитель хромовой руды, а также второй по величине производитель высокоуглеродистого феррохрома. Холдинг задумался о строительстве металлургического завода в Казахстане. В горнодобывающей промышленности, металлургии, энергетике и в сфере логистики мы планируем увеличить объемы инвестиций. В ходе встречи глава государства отметил, что выражает поддержку нашим планам. И до сих пор со стороны вашего правительства не было никаких препятствий. Надеюсь, мы продолжим сотрудничать на взаимовыгодных основах. Турецкие предприниматели, те, что не ориентированы на промышленность, готовы развернуть в Казахстане совместное производство ковровых изделий, пищевой и кондитерской продукции, в чем традиционно сильны турки. В рамках визита состоялся бизнес-форум, по итогам которого более чем на 500 миллионов долларов США были подписаны соглашения и меморандумы. Доложили о них. Состоялся заинтересованный разговор. Все выступающие отмечали большой интерес к предстоящей приватизации, особенно в части энергетических компаний, транспортных компаний. И отмечали, что это очень серьезный прорывной шаг со стороны Казахстана и привлекает внимание больших компаний. Тут главное не упустить открывающиеся возможности. Прежде всего собраться нужно казахстанским чиновникам. Ведь, как говорится, вся основная работа, чтобы привлечь эти компании для участия в важнейших государственных программах, страны теперь за ними. Гульнара Жендагулова, Жумагали Берегибаев, Руслан Жакеев, Хасена Маркулов, Алмаса Маргалиев. При поддержке телерадиокомплекса президента Хабар, Стамбул.